всем привет вы на канале travel nr с вами наталья сегодня в рубрике винодельни черноморского побережья мы познакомим вас с шато пино это гравитационная винодельня находится недалеко от новороссийска а что значит гравитационная вы узнаете немного позже в этом ролике это не только винодельня а крупный агротуристический комплекс который также себя включает улиточную ферму и ресторан с красивым видом на новороссий что касается территории комплекс справа небольшое здание это фирменный магазин приобрести всю продукцию чуть правее здание ресторана и вот как раз таки там находилась наша большая винодельня усадьба подвально помещение здесь находится картинная галерея ретропарк уже свободен посещение что касается сортов винограда вот в прошлом году мы на этой площадке высадили все 14 сортов винограда по 300 саженцев из которым мы производим наши виды с какого года с какого питомника можно разнакомиться но и что касается строение винодельни почему называется гравитационная строение винодельни состоит из пяти уровней сверху вниз общий перепад высоты 15 метров такое строение позволяет нам производить вина без лишнего механического воздействия то есть сначала сок потом вино перетекает с уровня на уровень не с помощью насосов или соединения с кислородом а именно под силой собственной тяжести то есть гравитационно таким образом вина меньше подвергаются стрессу во время производства и получается более натуральными мы сейчас с вами пройдем по экскурсионной галереи на высоте 5 метров над всем производством вам будет все очень хорошо видно фото и видео разрешены единственно будьте аккуратны на лестнице давайте продолжим на протяжении 12 часов при температуре 5 градусов виноград остывает это позволяет нам как раз таки производить сбор винограда целый день не только рано утром когда прохладно после того как виноград остыл он весь переходит на эту верхнюю площадку здесь начинаются процессы сортировки и гребнеотделения для всех наших вид мы отделяем ягоду от кисточки отличаться для того чтобы нам получить сок для белого вина нам соответственно нужны прессы основной наш пресс стоит в самом углу здания сверху ведь такая круглая горизонтальная капсула это пневматические пресс они очень удобны в использовании потому как весь виноград загружается сверху внутри мембрана раздувается давит на виноград и по стенкам не стекает виноградный сок когда сок получили он отправляется вот в такие резервуары с левой стороны часть из них находится под нами как часть производства там два дня происходит отстаивание сока чтобы весь исадок ушел вниз чего помимо того пресс у нас есть корзиночные он нам нужен для создания ледяных или игристых вин про них чуть попозже с белыми винами все понятно получили сок он пока в резервуарах что касается красных вин нам не нужны прессы для получения сусла после гребни отделения с верхней площадке с помощью вот таких конвейеров есть на каждом уровне весь виноград про вместе с кожицы с косточкой забрасывается уже вот в такие большие емкости давайте к ним подойдем поближе я вам про них подробнее расскажу и потом уже запускаются дрожжи начинается брожение классическое дрожжи расщепляют сахар на спирт и углекислый газ углекислый газ поднимается спирит растворяется в соке превращает его уже молодое вино углекислый газ когда поднимается наверх он соответственно забирает за собой всю эту кожицу и косточки мезгу и сверху из этой мезги образуется бродильная шапка бражка если это бродильная шапка будет долгое время находиться просто сверху она начнет окисляться да ее нужно окунуть обратно в виноделе этот процесс полностью автоматически он называется пижаж внутри каждого резервуаров сверху встроена круглая пластина на эту пластину оказывают давление два столбика сверху и эта пластина окунает шапку вниз и поднимает вверх когда чай дома френч-прессом завариваете вот точно такой же принцип и вот эта шапка гуляет по резервуару сама по себе на протяжении четырех недель за это время как раз таки кожица дает весь свой красичий пигмент и мы получаем уже насыщенный оттенок вина параллельно этому заканчивается сахар все брожение останавливается и вся эта мезга просто падает вниз и осадок у нас формируется только в той нижней конусообразной части а молодое вино сверху и нам остается просто слить его в следующий цех на дальнейшее брожение но перед тем как мы продолжим здесь очень наглядно видно принцип и суть гравитационного виноделия весь первый верхний уровень это приемка охлаждение гребне отделения весь второй уровень это под нами резервуары для белого виноградного сока здесь уже молодое красное вино и нам теперь чтобы с этих резервуаров слить вино дальше нам не нужно их открывать или подключать насосы обратите внимание под второй емкостью внизу две трубы в полу у нас все коммуникации по перемещению вина на заводе встроены в пол просто во все в разных местах и на всех уровнях чтобы слить это вино нужно просто переподключить желтый шланг и вино в следующий цех сливается под силой собственной тяжести то есть гравитационно здесь 64 емкости они называются винификаторы они все разного объема там от 1000 до 15 тысяч литров и если присмотреться то можно заметить что это не один сплошной резервуар они разделены на отсеки то есть например где-то например сверху и снизу открыты здесь два отсека те что справа стоят это один большой резервуар для вина там в углу маленькие стоят они вообще разделены на 4 отсека для чего нам это нужно во первых это удобно мы сверху можем залить белое вино снизу красное два разных вина буду спокойно хранится в одном резервуаре между собой никак не пересекаться второе удобство что тоже наглядно видно вот обратите внимание с правой стороны у одного из резервуаров посередине уже образовалась ледяная корочка с холодной температурой а вверх или вниз она не передается то есть два абсолютно разных процесса могут проводиться в одном резервуаре они абсолютно герметичны даже температура передаваться не будет но и на первый взгляд может показаться что завод не работает ничего не происходит но все резервуары практически полны вином и это очень хорошо видно по смотровым стеклам обратите внимание с левой стороны такая небольшая стеклянная трубка найдет по всей длине а как раз таки виноделы показывает где какое вино и в каком количестве ну вот здесь и сверху и снизу красная вина там справа полны тоже красными винами вот дальний ряд тоже заполнен белыми розовыми и красными винами для красных вин здесь проводится процесс соображения при температуре 18 градусов чтобы яблочная кислота и молочные бактерии взаимодействовали и убирали кислотность для белых вин уже проводится процесс соображения при пониженных температурах потому как в этих винах дрожжи должны работать очень долго медленно образовывать эту ароматику именно белых и то есть в целом для создания базовых линеек достаточно 5-6 месяцев в конце августа собрали виноград в конце марта мы уже получаем готовую бутылку вина именно базовых линеек но не все вина готовятся так быстро многим нужна выдержка мы и проводим либо в резервуаре либо в бутылке либо в бочке ну вот в цех с выдержкой мы сейчас отправимся наша винная лаборатория собственно отсюда начинается весь процесс создания вина то есть тут или на дело изначально планирует какие сорта сколько марок какие вкусы какие дрожжи применять как проводить брожение сколько выдерживать уже потом все когда есть виноградники завод на дело уже начинает экспериментировать во вкусе ну и все рождается именно здесь из одного такого барика получается ровно 300 бутылок вина все они светленькие с французского дуба и между собой они имеют разницу в три степени обжига light medium и strong если мы например заливаем вино в бочку с легкой степени обжига light то она придает только лишь легкие изменения в аромат вина там нотки яблока кокоса ванили это все можно узнать в аромате вкус она не затронет сейчас мы с вами находимся на самом нижнем уровне винодельной дальше только сказки и помещения здесь правой стороны можно увидеть три напорные емкости которые необходимы для того чтобы на финальном этапе перед линии розлива вино как можно меньше соприкасалась кислородом то есть например с утра вино дел приходит и понимает что мы сегодня разлием маленькую партию там тысячу литров с предыдущего цеха все вино по шлангу будет переливаться тогда вот маленький резервуар потому как если у нас бы стоял только один большой то была бы очень большая площадь соприкосновения с кислородом вино начало бы окислать окисляться и пришлось бы добавлять как можно больше диоксида серы с помощью напорных емкостей мы можем уменьшать это количество и сразу когда только вино там настоялось по шлангу она переходит на линию розлива весь свой путь бутылка начинает с того небольшого бежевого конвейера ставится пустая идет автоматически справа налево сначала она моется обдается паром чтобы не было конденсата затем разливается вино укупоривается винтовыми или корковыми пробками в зависимости от того какая линейка вин здесь идет посередине финальная очистка щетками и с левой стороны такой большой салон красоты этикетка контр этикетка акцизная марка все клеится автоматически на круглом механизме дальше через стол контроля бутылка подходит компьютеру там пробивается акцизная марка все фасуется по коробкам упаковывается пленка и отправляется на склад то есть в принципе это уже финальный этап и вот как я вам говорила видите ли не работает не круглосуточно она работает даже не каждый день тут как раз таки связано с тем что завод сейчас работает не на полную мощность но от ближайших там лет пять мы хотим уже выйти на полную производительность на 10 земле собственно как раньше выглядели бочки они в основном раньше все были из кавказского дуба но такой дуб очень сильно глушил вино поэтому постепенно от них отказались так раньше выглядели прессы ручные деревянные также как и гребня отделители все было вручную сейчас некоторые у дома стоят вот таких и вот в центре зала тот самый монет про который я вам рассказывала как вы видите он был найден скале внутри моллюска естественно уже не было отдаленно внешне очень похож на улитку поэтому сразу вдохновились его внешним видом сначала сделали символом что то пино уже потом подавали улиток и вот что касается сортов винограда как раз на карте видно где как и сколько растет наш виноград все 14 сортов мы с вами находимся в здании винодельни как и говорил основные посадки это пино-нуар откуда мы с вами приехали все остальное подножие горы колдун и вот по пути в новой российск это все наш виноград который на данный момент 75 гектар вот и на этих фото можно увидеть весь наш прогресс здесь пейзажи я думаю вам знакомы три фотографии снизу так здесь сейчас находится картинная галерея вот так раньше выглядела винодельня мало бочек небольшие резервуары у нас даже своей линии розлива не было то есть мы производили вина здесь разливали на соседних заводах семнадцатом году было принято решение заложить первый камень винодельни но здесь видно что сама природа подсказала гравитацию строение она встроена склон то есть она сама по себе идет сверху вниз до 22 месяца мы ее достроили вот в августе девятнадцатого года начали уже производить вина а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Мы пришли в ретропарк, пойдемте посмотрим, какие здесь есть машины Добавил субтитры создал DimaTorzok Добавил субтитры создал DimaTorzok